Ты когда-нибудь задумался о том, сколько времени ты вообще проводишь в интернете? Мы нашли информацию о том, что человек в среднем проводит 7 часов, скролля, всякие ленты, изучая разные сайты. Это даже больше, чем человек вообще спит. А кто-то вообще не может заснуть без телефона. С вами Webium, и сегодня мы разберемся с тем, как не утонуть в потоке информации и остаться с ясной головой. А пока не забывай подписываться на наш канал, ставить лайк этому видео, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Вообще, я думаю, многие со мной согласятся, что интернет это лучшее изобретение человечества. Без него нельзя было бы зайти на gdz.com или посмотреть своего блогера, любимого на ютубе. Но, когда ты заходишь в интернет, как правило, всплывает очень много разных окон, и нельзя сконцентрироваться на чем-то одном. Тут-то на помощь и придет Webium. Наши преподаватели структурировали программу подготовки так, что информация, прям как кирпичики, встает каждый на свое место. Ну, а приятная обстановка делает ощущение того, что ты готовишься не на уроке, а со своими друзьями. Поэтому переходи по ссылке в описании к этому видео и записывайся на понравившийся курс. Тебе когда-нибудь приходилось слышать понятие информационная гигиена? Так вот, это понятие из медицины, и эта наука изучает влияние информации на психологическое и физическое состояние человека. Мы подготовили для тебя топ-5 правил, которые помогут оставаться в комфортном для себя информационном потоке. Первое правило. Оставь только важное и полезное. Скорее всего, когда ты смотришь истории людей в Инстаграме, ты никогда не долистываешь до конца. Так вот, наверное, это знак, что можно отписаться от какого-то количества людей, чтобы они не засоряли тебе твое информационное пространство. Это касается не только Инстаграма, но и других социальных сетей, пабликов ВКонтакте, может быть, Телеграм-каналов. Все, что создает иллюзию большого количества сообщений, уведомлений в твоем информационном поле, не очень хорошо. И лучше просто отписаться от того, что ты уже давно перестал смотреть. Второе. Соблюдать режим. Как правило, у человека есть режим, когда он там встает, идет чистить зубы, потом завтракает и так далее. Также с поглощением информации лучше выделить себе в день полчаса, час, два часа, как кому комфортней, и залезать в телефон, читать новости, смотреть соцсети именно в это время. Когда ты это делаешь на протяжении всего дня, ты весь день находишься в потоке этой информации, и она может тебя волей-неволей туда поглотить. Поэтому лучше просто в выделенное время садиться, смотреть, убирать и идти дальше. Я думаю, у тебя тоже есть такое, что ты никуда без телефона выйти не можешь. Ни в магазин через дорогу, ни в душ нормально сходить без телефона, ни куда-то еще. И третий совет, как раз таки по этому поводу. Не держи телефон постоянно возле себя. Например, когда ты идешь спать, можно не класть его рядом с собой, а потом первым делом, когда ты просыпаешься, брать и начинать листать все уведомления. Или можно прогуляться в парке рядом с домом без телефона. Вот так вот тоже бывает. Следующее правило. Попробуйте устраивать себе ретриты. Если вам сложно отказаться от интернета на несколько дней, вы можете удалить какое-то приложение, в котором вы сидите постоянно. Попробуйте послушать себя, свое тело. Если у вас есть какое-то раздражение от того, что вы постоянно видите, вы можете выключить телефон на полдня, на день, на неделю. И, в общем-то, попробуйте устроить себе ретрит от интернета и от соцсетей. Последнее правило. Анализируй и думай. Да, сейчас мы поглощаем очень много информации. Но мозг не только поглощает ее. Он ее еще и обдумывает, и куда-то откладывает, и так далее. И чем больше негативных заголовков, негативных каких-то новостей мы видим, тем стрессовее нам потом становится. Поэтому, когда ты видишь какую-то новость, задавай себе несколько вопросов. Где первоисточник? Где я могу проверить эту информацию? Не был ли это кликбейт? И в статье вообще сказано о другом? Когда была опубликована эта новость? И кем она вообще была опубликована? А наши преподы тоже поделились своими советами о том, как не засырять свое информационное поле. Привет! Меня зовут Марк Ламарк. Это наш друг Константин. И сегодня мы вместе расскажем про советы, как справляться с информационным потоком. Вот бывает такое. У меня часто бывало. Сидишь, что-нибудь листаешь, какой-нибудь Инстаграм, новости какие-нибудь читаешь, 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 в какой-то момент голова вот так вот начинает взрываться. И ты думаешь, ааа, почему так много информации? Что мне делать? Мне помогает дать самому себе обещание. Вот, все, я посмотрю три рилса и закрою. Или я дочитаю новости и закрою. Ну, я умею с собой договариваться. Я так делаю, закрываю и все. И не важно, что там дальше. Второй момент, который мне помогает, пойти заняться какими-нибудь базовыми делами. Пошел, посуду помыл, пошел, прибрал свою тумбочку, пошел, что-нибудь поработал. Все, и уже весь поток информационный стерся. Ну, и третий момент, который мне помогает, это выйти подышать на балкон. Я выхожу на балкон, наблюдаю, как ездят машины, как ходят люди, и все. Как будто и не было вот этого вот потока инфы. Привет, меня зовут Эйджи. Я преподаватель математики в онлайн-школе Вебиум. И наверняка ты заметил или заметил, что вокруг слишком много новостей, информационных поводов и различных слухов, которые очень сильно давят. На меня они тоже давят, поэтому я для себя вывел три простых правила, которыми хочу поделиться с тобой. Может быть, тебе они тоже помогут. Во-первых, я отключил уведомления во всех соцсетях на смартфоне. По одной простой причине, чтобы не волноваться, не переживать, не ждать какого-то нового сообщения, хорошего или плохого, а контролировать этот процесс. Раз в полчаса, раз в час я захожу в соцсеточке, смотрю все, что мне нужно посмотреть, отвечаю на то, что нужно ответить. И мое внутреннее состояние от этого улучшается. Во-вторых, я не читаю новости утром и вечером. В те моменты, когда я наиболее подвержен эмоциональным каким-то перепадам. Вот днем, когда у меня много энергии, когда даже плохие, отвратительные новости могут прийти, они не выбивают меня из клея. И я могу с ними справиться и двигаться дальше. Ну и третья замечательная вещь. Все, что происходит вокруг, я использую в образовательных целях. Слова инфляция, девальвация, динаминация можно направить в позитивное русло, занимаясь своим экономическим образованием и понимая, как работать с деньгами, как работать в любой экономической ситуации и негативные новости направить в позитивное русло, чтобы наконец-то разбираться в этой области, чем я, собственно, и занимаюсь. А на этом все. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк этому видео, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И с неделей ретрита от телефона вас. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok